еще раз добрый день смотрю на голубей у меня тут хорошо я компьютер рабочий стол и заодно сразу так вот видны голуби смотрите видел желтый такой бой делает что я тебе как зоигрыш кстати вот видите в желтых нет ни грамм обойных и как он крутит и вот говорят крутят голуби ближе к торцовым но видите желтый простая бабочка можно сказать жаворонок и видели как он играет эта игра его не из-за того что как бы игра есть игра такая бой но эта конституция так голубо устроена так скажем переворачивается к чему я завел немножко разговор по поводу вот чем хорошо вот эти вот все таки крыша и голуби вот это ну как бы для ленивых голубеводов и для ленивых голубей очень хорошая все таки кстати желтые всегда первые витины желтые они самые простые они самые первые слетают и и заставляют всю кучу срываться с крыши чем хороша вот такая как бы так ну нельзя сказать что это тренировка для голубей но все таки что то здесь в этом есть я и такое я уже неоднократно рассказываю я видел это в николаеве у старых любителей также было даже на маленьких домах вот голубятня стояла во дворе опа а это самое барачный был дом не помню старый любитель дедушка держал возле в николаеве возле драм театра старого драм театра там были до дома барачного типа и голубятня было во дворе и голуби не могли даже с барака с одноэтажного строения слететь на голубятню так вот тоже возвращались туда-сюда ну не знаю что это это инвалид инвалид недавно был переведен ребята значит вот а там не только желтый переворачивается видели я не буду говорить что это они бьют но лучше правильнее сказать переворачиваться брежнев брежнев значит потерял я кстати в этом году такую голубку брежневшу помните такая черно-конопатая не стала и думаю что забрал ястреб или сокол она не залетела просто так а вот пропала по высоким полетам в те дни когда были атаки хищника значит к чему я все иду вот в николаеве я это встречал и был у меня очень хороший знакомый из города сум сергей забара и у него как-то мы были в гостях и была голубятня но я посмотрел там такая площадь вот как у у нас вот такая вот знаете а еще больше у меня было такой пустырь из окна проглядывалось большой пустырь и мы ему сказали глядя на этот пустырь говорим серёжа а чё ты не поставил голубятню где-нибудь на пустыре вот как у блондина блондина так стоит голубятня рядышком нет много домов ну большая площадь и голубятня это самое забара нам сказал я специально говорит а там где у него стояла голубятня ему надо было идти ему прилично и в окно естественно не видно этой голубят не было в общем он ее поставил голубятня была на ногах у меня есть ролики или были по крайней мере у забары он поставил ее возле садика садик был двухэтажный двухэтажный и голуби сам забара в голубях разбирался очень хорошо но птицу не гонял больше ее продавал я покупал у него очень хороший голубей и черные мои мои черные это 50 процентов крови сергея забары покойного голубевода города сум и потом подмешал я круг григоровский голубей чуть позже значит забара где забары брал забара тоже он их он мог брать они были как-то однотипные голуби даже у григорова меньше было черных больше их было у гвоздецкого но у гвоздецкого они еще шли как бы как конопатый он наверное черных черных голубей мешал с мурами и они у него молодые были как бы черные вот как час у меня есть голубь я вам показывал которого я подарил мне лось черные но они били с какими-то мурами и у гвоздецкого вот этот сумач кстати вот он тут темненький и они ну или он вернее в общем много у него было таких черномурых кстати у лося как раз и был такой голубь помните я его как бы просил просил он поначалу мне его не отдал а потом уже когда отдавал он был уже очень старый уже плодов не давал такой был интересный черно-конопатый я сейчас потерялся к чему рассказал в общем я рассказал к тому что голубеводы ну такие которые или не хотят гонять или из-за лени или из-за бояться потерять вот это очень хорошее подспорье если голуби у вас вот ну так вот приблизительно голубятня как вот дом и голубятня это видите как бы это как я недавно показывал щи щи это я считаю ленивый борщ то вот так голуби для ленивых голубеводов почему потому что у них вот такие слеты за за день ну может могут быть сто таких попыток понимаете и все таки для голубей для голубей я считаю необходимо необходимо летать понимаете почему потому что если им не летать но у них будет какие-то функциональные сбои в организме которые будут приводить к болезням на мой взгляд но если нет можете написать в комментариях ну и вот это вот тренировки мы с Витей когда-то смеялись в советском союзе выходил журнал садоводство и многие голубеводы его выписывали почему потому что там была статья о голубях в этом птицевод голубеводстве печатались такие люди знаменитые как потом мы их уже узнали и познакомились это серпочатник серпочатник так быстро хотел сказать ворожбит он был там напечатан и к нему поехали он напечатался и к нему поехали все люди со всего советского союза ну и он там за хорошие деньги продавал голубей сергей иванович у него тоже покупал голубей но у них потом разочаровался хотя голуби летали у другого хозяина больше четырех часов на голубей ворожбита также мы в этом журнале и нашли статью григорова познакомились с ним и знакомы по сей день к чему я опять это все рассказываю как-то я сбиваю смысле все уже мозги видать пропил а все вспомнил мы смеялись там была статья одного любителя и он писал я оставлю вот эти христы и вот эти палки ну там на метро так вот он лесенкой ставит как этот как наш общий знакомый как наш общий знакомый подрезал виктор подрезал у него знаете тоже так стоят планочки и вот он тоже так тренировал голубей и там было так интересно написано мы часто с виктором улыбаемся или смеемся этому выражению потому что но у нас голуби летали три четыре часов пять восемь знаете ну вот это тренировки мы считали а в этот этот любитель вот писал тогда что голуби слетают с этих палочек и так вам интересно написал я повторюсь оригинал оригинал что он говорил что они слетают с этих жордачек скажем так или палочек и тренируют крылышки тренируют крылышки и мы с вихой всегда этому и я сейчас говорю и хочется улыбаться вот в те времена в те времена когда 90 процентов любителей гоняла голубей то были такие любители как вот как подрезал и и вот они тогда еще в те времена тренировали крылышки голубям вот таким ребята макаром с крестовины на крестовину но это как бы так чему рассказал действительно в этом есть положительность почему потому что ну вот эти голуби у меня вот скажем так вот в отсидке были ну месяц сидели представляете сидели сидели там закрытом помещении хотя и мы там не брошу закрытым открытом помещении у меня открытый выгул дверь никогда не закрывается потому что голубям нужно как можно больше кислорода свежего воздуха даже сквозняк это лучше чем запертости все такое сырость пусть лучше сквознячок будет и всегда открыт они у меня всегда открыты всегда на вольере несмотря ни на морозы не на снега не на пургу всегда эти голуби открыты но все таки все таки им нужно давать возможность время от времени выпускать и вот и это очень как бы вот это мне крыша вот эти слеты не очень ребята помогают я считаю что это здоровье для голубей лучше если по солнечному дню естественно не стоит их выпускать ветреную погоду почему потому что ног эти голубей я хочу 90 процентов оставить на плоды я уже не хочу их терять ну и следовательно ветер они сами могут как бы подорваться и пойти вот такие тихие погоды в такой туман или или в ясную погоду но тихую без ветра их нужно выпускать время от времени лучше раз в недельку давать возможность гонным голубям отдохнуть те которые сидят у меня в карцере а блатным погулять подышать свежим воздухом размять легкие размять крылья чтоб они были форме голубь это птица а птица ребята должна летать тогда она будет здоровой и давать хорошее потомство я так считаю как считаете вы жду от вас в комментариях спасибо что смотрите спасибо за лайки ко всем с уважением